У нас с вами хорошая разминка в течение 20 минут. Дальше подводящие упражнения 3 раунда. А дальше 10 раундов в парах. В день по 2 тренировки. У краевой сборной по кикбоксингу такой график уже неделю. К слову, для файтеров это уже третьи сборы. Подготовка к крупнейшему за четверть века чемпионату началась еще в январе. Сейчас за считанные дни до первенства оттачивают технико-тактическое мастерство. Ведь конкуренция будет мощная. Есть просто школы, которые действительно интересны, которые запоминаются своим каким-то там мастерством интересным, спортсменами. Это и Красноярский, Абакан, это и Урал. Очень серьезные конкуренты для нас. Это и Ульяновская область, это и Московская область, и Питер. Алтайский край представит больше 80 лучших кикбоксеров. Кикбоксеров признаются, боксировать в родных стенах не всегда проще. И дело даже не в ответственности выступить дома удачно. На выезде все равно вот этот движняк, поехать на соревнования, где-то в столовке поесть. Короче, ну такая соревновательная, интересная движуха, ее обычно в городе не бывает. Нужно вовремя отдыхать, нужно правильно восстановиться после этих сборов. Вы чем на выходных занимались? Банька, банька. Банька? С хорошим настроением и на пике формы кикбоксеры заканчивают сборы. Остается пару дней, чтобы собрать мысли в кучу. Чемпионат начнется со взвешивания и бои. Тяжелый путь до заветного звания. Очень важное соревнование для меня, потому что я выступаю уже, получается, по мужчинам. И вот если я выигрываю чемпионат России, то я становлюсь чемпионом России. Это вот как раз-таки самый такой хороший титул, который я вообще, в принципе, хотел всю жизнь его добиться. Стартует чемпионат 26 апреля. Три дня зрители будут наблюдать предварительные поединки. После сильнейшие файтеры определят на ринге, кто из них достоин выйти на главный бой турнира. Поединки пройдут на титов арене и поддержать наших спортсменов ждут всех желающих. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.